Игнатий Тихонович, мир вам. С миром, Сергей. Добрый день. Темновато, подожди-ка, я попробую сейчас. Мне совет, может, нужен Игнатий Тихонович. Подожди маленько. Ну ладно, так как есть, все-таки маленько видать. Что-то тут у меня темновато. Говори. Вот вкратце веду вас в курс дела. Вот смотрите, бабушка у меня, 88 лет ей сейчас. Она тут себя плохо чувствовала, пошла анализы сдавать. Ей дали направление в больницу. Приезжай, положи меня в больницу, она мне звонит. Я говорю, ладно, все оставил, плачет, рыдает. Вези меня в больницу, я падаю, я не могу. А у нее гуси, утки и куры, хозяйство небольшое. Я приезжаю, кладу ее в больницу. Вроде бы все нормально, она говорит, здесь хорошо, никаких вопросов нет. Но она мне говорит, что ей хотят делать плазму. Что сделать? Я говорю, плазму, плазму. А что это такое? Вот я сейчас вкратце расскажу, что это такая процедура, кровь, замена крови, кровь другого человека подливают ей. Ну а зачем ей это нужно? Не нужно, я ей говорю, не нужно тебе это. Хорошо, я делать не буду. Мне, я звоню отцу, говорю, пап, так и так. Он говорит, пусть не делает, пусть не делает это делать, не нужно ей. Я вам говорю, хорошо, я поеду в больницу. Поехал в больницу к ней сейчас. И там врачи, значит, уже принесли ей кровь, а она уже главному врачу сказала, что делать ее не будет. При мне подписывает отказ, что она делать эту плазму не будет. Я ухожу, меня что-то беспокоит, я возвращаюсь, они ей плазму делают. Ну, она избрала этот путь, и все, беспокоюсь это. Все, вы сказали, что сделали. Она здесь избрала этот путь, верно. Отец мне говорит, собирайся, она не слушает, собирайся, приезжай домой. И вот мне что делать в этом случае? Мне собраться уехать или что? Вот подскажите, пожалуйста. А почему уехать-то? Как уехать-то возникло это? Уехать возникло, потому что не слушает. Вообще, есть что не говорю, они на меня в это, в палате. Да ты сихтан, да ты еретик, да ты какой православный там на меня, ну, в бурю женщины. А я им говорю, как Христос с бородой, апостолы с бородами. Я знаю, сначала с бородой меня, потом я у них еретик. Они все на меня там в больнице ополчились. Ну, и только делов-то, не ходи больше, и все. А куда уезжать-то? Зачем уезжать-то? Да мой отец говорит, приедь ей, пусть она здесь сама, как хочет, так и будет. А, так она не рядом с вами живет? Нет, 400 километров я предъеду. О-о-о! Ну, если отец говорит, то и уезжай, все. Все, раз отец говорит, уезжай, она не слушается, вопросов никаких и нету. Иначе тебе, эти врачи, будет плохо, они на тебя навешивают столько, что посадить могут. Так что, что отец сказал, собирай майонатки и домой. Понял. Спасибо, Христос Игнатий Тихонович. Вот как все с плечи, гора упала сразу. Да, конечно. Вы ей сказали, она подписала. У тебя есть отец, она не слушает. Зачем это бремя нести, когда она вырывается из рук? Не надо это делать. У нее свобода, и она ей воспользовалась, как желает. Другие себе прививки делают, кровь переливают. А у свидетелей Иговы закон, нельзя этого делать. Они ни один не будут делать. Умрет, но не будет. Так мы что, хуже их, что ли? Мы же православные. Я когда ездил, вот миссия-то была, написал, что если я умру, а написано было по-английски, немецки, французски. В каком государстве случится? Меня там под коробками спрячете, и домой путь. Возле мамы похороните. Никакие органы не брать, кровь не переливать. Все обговорил, перевозчики сделали, мы поехали. Ну, вернулся живой. Игнат Тихонович, благодарю вас. Аллилуйя. Спаси Христу. Аллилуйя. Как вы есть тот человек, который с любым вопросом и тут же ответ. Ну, это просто как-то даже в голове не укладывается. Ну, понимаешь, я все время только размышляю, иду там. Вот ты видел, у меня книги-то вышли какие? Проподь в стихах, 4 тома. По 880 страниц. Это в мире никогда не было. Это столько проповедей. Проповедей. Каждое стихотворение – это проповедь. Это никогда нигде не было. Туга дается. Но разбираю, стараюсь. Ну, вот я могу скинуть. Если пожелаешь приобрести, то, пожалуйста, 4 тома. У меня есть, Игнатий Тихонович, есть. А как? Откуда взяли? Ну, так и у вас и взял там в Потеряевке. А когда вы взяли? В этом году? Да. А, ну все, тогда вопросов нету. А то тираж-то самый маленький. Вот сейчас с кислого православия у нас 5000, а тут 500 только. В 10 раз меньше. Поэтому мы выборы еще только кому-то дать, ну, чтобы хоть маленько растянуть. Ну, как? Какое издание? Нравится, как издано? Супер! Во! Да. Ну, все, тогда. Знаете, я вас не буду отвлекать. И вам поклон. Благодарю за все. Так и отцу поклон. Отцу передай поклон за умное рассуждение. Он дает совет правильный. И больше даже звать будет. Не езди, не езди. Иначе врачи, раз они против, они повешивают на тебя эту гадость. Езжай домой с Богом. Да благословит тебя Господь. Все. Все. Отошел. Давай.